Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию представляется следующая лекция по механике грунтов основания и фундаменты на тему распределения напряжения грунтовой массивы. Распределение напряжения грунтового массива в пространственных задачах. Рассматриваются следующие вопросы. Напряжение состояния точек грунтового массива напряжения в грунте в случае пространственных задач. Для определения напряжения грунта в механике грунтов используется теория линейно-деформированных тех, которая основана на уравнении теории упругости. Уравнения теории упругости могут быть применены к грунтам с определенными ограничениями. Закон ГУКа в общем случае не применим, так как в грунтах возникают значительно остальные формации. Линейная связь справедлива между напряжениями и общими деформациями в определенных пределах. Уравнение теории упругости справедлива лишь для массива грунта, в котором отсутствует области предельного равновесия. Решение теории линейно-деформированных тех можно использовать только при однократном нагружении основания. Решение теории линейно-деформированных тех отвечает начальному и конечному статическим состояниям грунта и определяет полное напряжение в склете грунта от действия внешних сил. Напряженное состояние в точках грунтового массива Мерой количественной оценки напряженного состояния массива грунта является напряжением деформации и перемещения, возникающие от действия внешних нагрузок и внутренних сил. Напряженное деформирование состояния в точках грунтового массива определяется нормальными напряжениями σx, σz, σz и касательными напряжениями τау xy, τау yz и τау zx, линейными εx, εx и угловыми деформациями γx, γyz и γxz и перемещениями U, W, W. Механика грунтов, сжимающая напряжение принимается со знаком плюс. Составляющие напряжения в элементарном объеме грунта представлены на ручнике 3.1. Вот составляющие напряжения в элементарном объеме грунта. Вот на боковой грани показаны направления нормальных напряжений σx, σz и σy. И вот τау xy, τау zx, здесь τау xz, τау yz, τау yz, τау yx. Это направление нормальных и касательных напряжений. И направление координат, так как от поверхности Земли массив грунта находится внизу, то если расположить на поверхности систему координат, получается, значит, ось x направлена вниз ветикана, и, значит, по поверхности, по плоскости направлены ось y и ось x. Для изучения распределения напряжения по коей-либо точке, для изучения распределения по коей-либо точке внутри грунтового массива, обычно выделяют в той точке трограммную призму и рассматривают условия равновесия. Эта призма должна иметь малые поперечные размеры по сравнению с размерами массив грунта, чтобы ее можно было считать бесконечно малой и рассматривать напряжение координат. С другой стороны, эти размеры должны быть достаточно большими по сравнению с размерами один грунта, чтобы можно было применять в теории напряжения. По боковым грани выделенные призмы будут действовать нормальные и касательные напряжения. Величина этих напряжений будет изменяться при изменении положения боковых грани призмы. Как известно из курса с оборудованием материала, в каждой точке существуют две такие взаимно-пределекулярные площадки, в которых касательные напряжения равны ныне. Эти площадки называются главными площадками, а действующие в них нормальные напряжения – плавные напряжения. Сигма-1 больше Сигма-2 больше Сигма-3. Если грани А, В, В, С, образующие в разматривающих призме, в прямой углу ориентировать по направлению главных площадок, то к ним будут приложены главные напряжения Сигма-1, Сигма-3. А касательные напряжения будут отсутствовать. Вот распределение напряжения по граням элементарной программы призмы. Вот трограммный призмы, если по качеству идет Сигма-3, по-другому, по большому Сигма-1. И по граням элементарной программы находится Тау. По грани А составляющиеся одной из главных площадок угла А, будут действовать нормальные касательные напряжения Сигма и Тау, причину которых можно определить из выражений. Сигма равна Сигма-1 косинус квадрат альфа плюс Сигма-3 косинус квадрат альфа. И Тау равна Сигма-1 минус Сигма-3 зеленым на 2, умножить на синус 2 альфа. Полное напряжение с углубленных грани А будет равно Сигма сумме равна корень квадрата и Сигма квадрата плюс Тау квадрата. Отклонение суммарного напряжения от нормальной образует угол, тепло, которое называют углом отклонения. С изменением угла А изменяется Сигма и Тау. При альфа равна нулю, Сигма сумма равна Сигма-1, а при альфа равна 90 град, а вот Сигма сумма равна Сигма-3, причем в обоих случаях Сигма-3 равно нулю. Зависимость угла Тетта от угла А определяется хеологическим выражением. Сигма сумма равна Сигма-3. Стангенсер равна Тау-1 на Сигма. Полное напряжение приглуженных грани АС будет равно Сигма сумма равна конь Сигма квадрата. Стангенсер равна Сигма-1 на Сигма-3, нулю Тангенсер равна Сигма-1 на Сигма-3, нулю Тангенсер квадрата. Направление двух площадок при наибольшем угле отклонения Петта-Мако, в соответствии с углом АС равна Сигма-4 или Сигма-3 на Сигма-2. Для этих площадок характерно наибольшее отношение касательно напряжения Крир нормальный, Сигма-3 на Сигма. Соответственно, из выражения 3-1 наибольшее касательно напряжения Крир-Мако будет прискинуть 2 АС равна 1 или АС равна Сигма-3. Таких площадок также две, и они делят угол между главными напряжениями пополам. Напряжение в угlyingте в случае пространственной ограниченны. Определение напряжения от действий вертикальной сверхзвитной силы, привозенной к поверхности линейного трепетинского пространства, это задача в Бут Нетко. Путь в точке О фонса является поверхность линейного трепетинского пространства, растирающаяся бесконечно ниже этой площадкой, привозена к вертикальной трепетинским SiL-N. Определим напряжение от действия этой силы в радиусе в точке M, в положении которой определяется координатами S и V в радиальной системе координат и координатами Z и R в декарствах, декарствах 30A. Начало координата в расположении точки O. Будем считать, что в точке M действует напряжение сигма-S, направленное по радиусу к точке O. Придется, что напряжение сигма-S прямо в профессиональную углу бета и обратно в квадратную радиусу. То есть формуле оно выражается следующим образом. Сигма-S равно B деленное на квадратную точность бета, где B, некоторый координат, определяемый из условий равновесия. Для определения неизвестного координата B составим сумму проекта на ОЗ всех сил, действующих на полушаровую поверхность в стадии СМС. Без учета собственного веса грунта и приравняем ее на лист. N минус интеграла от 0 до 5 баланс сигма-S косинус ДА равно 0, где ДА площадь по гамма с элементарным шаровым поясом. Получено при изменении угла бета на величину ДБ. То есть ДА равно 2Пи Р синус Д умножить на Р СБ. Вот схема здесь, например, на поле силене детального полка скампера. Вот здесь видите, доточки М1, М2 при расшении ДФ. Вот здесь вот при расшении тоже вот уже в плоской проекции показано. Сигма-С, здесь ДФ. А, значит, это положение той схемы в полупростанции. Схема В – это геометрическое построение. В – это элементарно-псеугольная призма. Проекция выражения 36 получит значение коэффициента В равно 2Пи деленное на 3Н. Отсюда найдем выражение для напряжения Сигма-С равно 3Н деленное на 2Пи Р квадрат в очереди ДФ. Напряжение Сигма-С действует на площадку в очереди ДФ при пентапулярном радиусе. Чтобы найти напряжение действующей на площадке, параллельно ограничивающей плоскости, раздраженный координат, перейти к Эдикарту, рассмотрим равновесие элементарно-псеугольной призмы. Составим уравнение проекции ССО на вертикальной ось. Сигма-С умножить коэффициент Бетта 0 и минус Сигма-С умножить Б, умножить коэффициент Бетта, равно 0. Отсюда Сигма-С равно Сигма-С равно Сигма-С космь квадрат Бетта. И с учетом формулы 3.9 Сигма-С равно 3Н деленное на 2Пи Р квадрат космь квадрат космь квадрат Бетта. Так как космь квадрат Бетта равно З деленное на Р, можно записать Сигма-С равно 3Н деленное на 2Пи, можно З в кубе деленное на Р в пятой степени. Составим уравнение проекции на оси Х-Игрек. Аналогично можно записать. Тау З-Х равен 3Н деленное на 2Пи, 2Пи умноженное на Х-З квадрат деленное на Р в пятой, и Тау З-Игрек равно 3Н деленное на Офи умноженное У-З квадрат деленное на Р в пятой степени. Получено также урожение для перемещения ограничивающей поверхности. Омега-З равно Н деленное на Пи С, где С равно Е деленное на 1Пи-Ю квадрат. Коэффициент линейный деформированный полупростанция. Здесь Е модуль деформации, ню коэффициент квадрата. Учитывая, что Р равно хроний З квадрат и Ср квадрат, унесен З из-под хрония и вырезан сигма-З в лекарство в координатах. Сигма-З становится ЗН деленное на 2Пи умноженное на 1 зеленый З квадрат в квадратном скобке 1 плюс Р деленное на З в квадрате, то это в степени 5 зеленого 2. Обозначив К равном 3 деленное на 2Пи корень квадратный скобке 1 плюс Р деленное на З в квадрате, в степени 5 деленное на 2, получим для Сигма-З более простое урожение. Сигма-З равно К умноженное на Н деленное на З в квадрате. Аналогично можно найти урожение или другие составляющие тендерное призывание. Для коэффициента К составлены таблицы, что облегчает использование формулы 3.17. Значение коэффициента К – в регионе таблицы 3.1. Вот здесь предъявлено значение коэффициента К в зависимости от Р деленное на З в квадрате К равное чему? Если Р деленное на З в квадрате, то в начале координата К равное множество 4.17.5. И вот отношение идет по 5 точек и до значения 2, до значения отношения С деленное на З до 5. Значение К с увеличением отношений С деленное на З, значение К умножается. То есть они связаны между собой обратно в квадрате. Проанализируем расследование на Сигма-З по простанции. Для этого построим икулью расследования Сигма-З в зависимости от координат З и Р. На лиценке 3.4. А видно, что при З равном 0, вот она при З равном 0, напряжение Сигма-З стремится к бесконечности. Вот она в правую сторону идет, вот она сюда налево-направо идет к бесконечности. Сигма-З стремится к бесконечности, вот она, З стремяется к бесконечности, Сигма-З стремится к нулю. Так как бесконечно больших напряжений в грунте быть не может, некоторые области заштрихованы на лиценке 3.4, вот она заштрихованная область, следует исключить из рассмотрения. Напряжения в точке приложения Сигма-З стремя не могут быть описаны уравнениями бутинетов. Теперь распределение сжимающих напряжений Сигма-З и линии равных напряжений Б по пространству при действии со сверху точной силы. Рассмотрев распределение напряжения Сигма-З плоскости, находясь на глубине З плоско-вертности, мы видим, что на линии действия силы при Р равном 0 напряжение Сигма-З имеет максимальное значение, а при Р-сремя-Сембисе напряжение Сигма-З примит к нулю. Если за один точкой в которых напряжение одинаковое, получим линии равных взимающих напряжений, забары, которые в случае действия одиночной вертикальной силы имеют форму выпитки. Если на поверхности полупространства действует несколько соцсоточных сил, то напряжение в любой точке можно определить короткому напряжения от отдельных сил, используя принципы стополиции. То есть Сигма-З равна К1 на Н1 зеленый 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 квадрат, то есть К2Н2 зеленый 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 квадрат и так далее равно сумма единства зеленого зеленого квадрата, сумма и от одного до Н Ки умнож на Н. Эффективы являются по таблице 3-1 в зависимости от соотношения К и зеленого 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 для каждой силы. Спасибо за внимание. Спасибо. Продолжение следует...